Это совершенно новый завод для производства легких летательных аппаратов, вертолетов. С сентября месяца мы запускаем полностью этот завод и будем производить вот те вертолеты. Самый дорогой остановок и самый сложный в обслуживании. Удобно. Отдель хороший. Нажимаешь две кнопки. И все. Потом включаешь натяг ременной передачи и полетел. Вот это лопасти старые. Там мы установлены стенд, где мы можем моделировать, испытывать и снимать. То есть, вы его модернизуете, доводите до эксплуатации цилиндров? То есть, головки цилиндров, цилиндры, водяное охлаждение. Сами разработали и сами изготавливаем здесь на нашем предприятии. И будет 100% проверка всех двигателей? Да. Готовится по согласно регламенту ГОСТа международных и наших треугольников. В зайвах я не смотрю, не деталей, ничего, да? Ну, национал остался тот же, даже больше. Но обзорная ситуация у нас увеличилась. За счет этого, если будет сидеть вместо второго пилота-разведчика, здесь разведоборудование, и мы оптико-электронный модуль, который, вы знаете, мы производим по лицензионке, повесим, мы можем днем и ночью снимать любые разведанные и контролировать сбоку любую ситуацию. И беспилотный вариант? И беспилотный вариант, потому что сегодня у нас зарабатывается. Мы сейчас полностью работаем над совком. Все нагрузки локализуются в рамках одного отсека. То есть, любое попадание не приводит к разрушению всего элемента. Украина продолжает традиции своего известного земляка Сикорского. И в нашей стране создается новое производство вертолетов разного класса. Всем известное такое мощное предприятие, как Мотор Сич. Но сегодня уже созданы в Украине шесть новых площадок из производства легких вертолетов. Только в Киевской области мы сегодня побывали на двух таких производствах. И хочу сказать, что молодые перспективные и конструкторы, и еврообничники сегодня предлагают как легкие вертолети для сектора безопасности и обороны, которые могут использоваться и в прикордонных войсках, и для локализации чрезвычайных ситуаций, для разведки в Збройных силах, для выполнения окремных боевых и тактичных задач. То есть, разные модификации. Но на что я хотел бы обратить внимание? Дуже перспективный направление вертолетового производства это именно для небезопасного, а цивильного сектора нашего государства. И в целом в мире все больше и больше вертолетов используются как эффективный, удобный транспортный средств. И именно в Украине уже пришел час поделиться на вертолет, как какой-то дивовижный пристрой. Больше того, вы знаете, у нас много проблем с строительством дорожек, много планов, они тяжело реализуются. Что интересно, небо у нас самого лучшего европейского возраста. В небе не нужен ямковый ремонт и тяжело вкрасить на этом гроши. И поэтому легкие вертолети, вертолети ризного выполнения, они сегодня очень могут пользоваться попытом. Причем, что интересно, цена, которую предлагают украинские вертолетики, она не порядок ниже, чем за кордонные аналоги. И вертолети, которые мы сегодня добились, они уже по кишени среднего предприятия. Но в чём есть проблема? У нас полностью не готова инфраструктура для использования вертолетов как транспортного засоба. В тот же час, много стран идут в лягом развития вертолетовой инфраструктуры. Площадки створюются, створюются заправки, створюется инфраструктура, ну и спрощается использование воздуха, что в Украине достаточно серьезно регламентовано для приватных вертолетов, самолетов то что. Продолжение следует...